Всем доброе субботнее утро. Мы как обычно выехали прокатиться немножко и поедем попьем кофе. Угостишь меня? За деньги что бы не угостили. Ой, тут ямки. Вас тоже трясет. Я сейчас еду на первую процедуру лазерной эпиляции. Я давно уже хотела сделать, но вот все никак. Плюс я кормила Соню. Вот уже гормональный фон устаканился. Теперь это можно делать. Сегодня будет первая процедура, поэтому я ничего пока об этом не знаю. Я знаю, что нужно около 8-10 процедур, но для каждого, я так понимаю, это разная цифра, поэтому сейчас хочу поговорить с мастером, что расскажет мастер. И расскажу потом. Я думаю, что это будет интересно. Расскажите, девочки, кто делал, кто собирается делать вообще, какие у вас отзывы, какой у вас опыт. Будет очень интересно почитать, потому что я давно очень хотела, давно собиралась, наконец-то я созрела. Вот, так что мы поехали. Мальчики меня отвезут, у нас уже он на заднем плане, наш пирожочек спит. У нас сегодня была очень веселая ночь. Мы заснулись сегодня в 4 часа. До 4. Я мешаю, да? Нет, вообще колбасились до 4. До 4 у нас, да, было. Как в старые добрые времена, да? Да, да. Только без музыки. Ничего, мы кино, кстати, интересное смотрели. Да. Все, ребята. А, еще хотела вам рассказать. Мы смотрим сериал, сейчас называется «Это мы». Да, кто посоветовал, вообще спасибо больше. Супер. Да, сериал просто обалденный. Нам очень нравится. Знаете, такой прям очень нетипичный сериал. То есть, как бы спокойный, жизненный, там. Такое, да, про семью. Такие два... Темы затрагивать хорошие. Да, очень интересно. Поэтому, знаете, больше похоже как на фильм, но это не фильм, а сериал. Но очень интересно. Мы смотрим первый сезон, там, по-моему, 3 сезона. Ну, там, я не знаю, хватит ли там самого сюжета сильно растянуть его. Да, но пока очень интересно. Одного сезона тоже хватит с головой. Хороший, очень хороший сериал. Поэтому, кто не смотрел, мы очень советуем. Прям такой спокойный. Вот вы смотрите и отдыхаете. То есть, нету никаких напрягов, ничего. Потому что советовали очень многие, кстати, «Ходячие мертвецы». Мы его начинали раза 3 или 4 смотреть. И каждый раз ты сидишь и вот ты нервничаешь, все время переживаешь как-то такое вот. Там уже смерти героям желаешь уже сходить, потому что уже так достали. Вот, поэтому такой он сложный как бы сериал. Мы вот начинали, ну, такое много крови. То есть, это не для слабонервных и не для каждого. А это такой спокойный, приятный именно вечерний сериал после трудового дня посидеть, посмотреть, отдохнуть. То, что мы вам советуем. А мы поехали. Все, ребята, вышла, в общем, я с процедуры. Ну, что я могу сказать. Это суперкруто. Мне очень понравилось. Очень быстро все. Вот я на все потратила, знаете, сколько? Минут 10, наверное. Ну, 12 минут. Вот, поэтому все очень быстро. Сказали, это примерно 6 процедур. Возможно, потребуется больше. То есть, как бы все это будет зависеть. Ну, будем смотреть, да. И потом где-то раз в год, опять же, будем смотреть, надо будет делать повтор. То есть, 6 обязательно процедур. Загорать нельзя 2 дня после процедуры. Поэтому, если вам интересно, пишите мне, я буду вам рассказывать. Следующий через месяц, через 25-30 дней, следующая будет процедура. Так что, девочки, ну, я довольна, вообще не больно. Это не сравнится ни с воском, ни с пастой. Все, вообще, абсолютно. То есть, вот воском это очень больно. Здесь вообще не больно. Поэтому, кто думает, решайтесь. Девочки, кто любит точно так же, как и я, совершать покупки через интернет и магазин. И я вам сейчас расскажу суперкрутой способ, как можно хорошо сэкономить. Я хочу рассказать вам про сервис, благодаря которому можно хорошо сэкономить. Этот сервис называется SmartySale. Приложение можно скачать на Android, а также на iOS. SmartySale более тысячи любимых магазинов. Мы постоянно пользуемся этими магазинами, но даже не задумываемся, что можно получить обратно неплохой кэшбэк. Как NVIDIA, Sportmaster, Asos, iHerb, LaModa, Booking, девочки. Очень удобно. И мы даже не знаем, что можно вернуть свои деньги. SmartySale предоставляет выгодные комиссии до 50%. Также очень удобно, что есть круглосуточная поддержка, которая всегда поможет с заказом. Самое главное, что этот кэшбэк позволяет выводить реальные деньги, а не бонусы. Деньги можно вывести на карту банка, на мобильный телефон. Устанавливайте себе это приложение, пользуйтесь, при этом получайте свои деньги обратно. Ссылочку на этот сервис я оставлю внизу в описании. Заходите. Расскажи, что ты делаешь? У нас сегодня на ужин будут драники. Супер неполезные. У нас подчеревок с льной. Поэтому мы будем делать со свиным подчеревочком. Постные, да? Ну, драники будут постные, я делаю без масла, просто сжаренные в такой сковородке. И отдельно лук и подчеревок. Будет, ну, вкусно. Постные, потому что Дим прошу бы мог есть со сметанкой. Ну, и отдельно мясо жареное такое будет, длинненькое. Посмотрим, что дети делают. А так мы худеем. Сегодня вертолеты разлетались, да? Ты знаешь, что мне часто летают. Не видно, да? Да. По-моему, на другой стороне. Что там? Кто-то худеет, а кто-то нет, да? А еще, кстати, понравились людям, что ты тоже ведешь как-то со мной. Как это сказать правильно? Что так говори? Да, в общем, перемешку, что идут не только от меня в лог, и от тебя тоже. Сказали, что у тебя обострено чувство справедливости. Ну, это по поводу детской площадки. Ну, так оно и есть. Потому что это, конечно, была несправедливость. Ну, ладно, проехал эту тему. Я так поняла, что у многих такое есть. Ну, что зачем скотство с детства разводить? То есть, я считаю так, что каждая мама должна следить за собой, за своим ребенком убирать. И каждый папа за собой, за своим языком. Каждый папа, извините, который ходит... Свои слюнные выделения, особенно с гортами. Это очень неприятно смотреть, когда они там не носят носовой платок, а все это делают. Ну, опять же, когда нормальные ребята будут делать им замечания, раз, два, три, и уже таких сморчков будет поменьше. Потому что, когда им даже перед детским садом спрашиваешь, носовой платок тебе дать или что-то, сразу начинают... Видно, что где-то в глубине есть совесть. Начинает что-то шевелиться, да. Фу, ляговая картошка, гадостная. Это мы старые остатки решили добить. Мы сегодня купили новую картошку. Вот это вообще отходов сколько. Это что-то долежалось и пол... Ну, не полный штан. Ну, она вообще была изначально как бы не очень. Сынок, ну поделись, сестой. А еще ты мне посоветовала вот такую вот штуку киевскую, не помню, я же, по-моему, показывал. Очень крутая, но эта картошка не пойдет. Да, вам зачтется, вам зачтется. Да, спасибо огромное, потому что реально... Я прям как Стас Михайлов, вам зачтется, я... Давай сейчас койку, Стас Михайлов. Не-не-не. Надо сначала отрастить на груди. И, кстати, по поводу вот этих вот контейнеров. Ничего у меня там, никакого конденсата у меня нет. Все как бы сухо, поэтому... А как конденсат? Оно как бы плотно, но не настолько, что прям... Ну, вот писали, что конденсат, ну не знаю, все нормально. Ну, может быть, где-то влажность в доме или где-то в квартире. Откуда конденсируется? Разница температур. Вау! Здесь даже побольше, поинтереснее будет. Иди-ка, иди сюда. Идите, лёлики-болики. Да? Ну, это нормальное отношение. Мы в детстве с братом то же самое. То друзья, то так лупились, да. Там только родители отвернутся, и мы давай. Да? Кстати, мы тоже похожи. Я был маленький, был светлый. А брат у меня старший, он темноватый был. Были похожи на персонажа. Мультика лёлики-болики. Лёлики-болики. Да, да, да. Слушай, тетушка, хватай-бонету, хватай-бонету, хватай-бонету. Такая вот история. Так, а что ты тем ножом не пользуешься? А вот эта картошка, она, знаешь, это... А, она чуть старовата? Да, она мягкая, но мы туда очень хорошо мотаем. У-у-у, как-то от цебулы, но у-у-у-у. Сейчас, зайцы, успокоились. Я переживаю за тебя очень сильно. Всё. Всё? О, да, лук, это не для меня, я убегаю. По поводу мясорубки. Вот она идёт, идёт ещё к обычной мясорубке, к насадкам. Идёт вот такая вот ещё насадка. Видите, сколько? Получается четыре. Вот, это у меня зельмир. Моно у нас уже старое, это родители нам дарили, я не знаю, сколько лет. Я не знаю, по-моему, в квартиру. Лет сорок, лет сорок. Лет шесть назад, поэтому, как бы, я вам не скажу по фирме, не знаю. Зельмир. Хорошая, я советую, прям очень классная. Вот. Хорошо мясо крутит. И вот отдельно вот эти вот насадки. Морковку корейскую, вот такая вот трётка, как обычная тёрка. Вот это вот можно слайсами, вот если там запекаете, например, картошку, можно слайсами. Чипсиками. Да, чипсиками. И вот такая вот будет, как раз можно стереть. Там ещё для колбасы, да, что-то было? Нет, для колбасы у нас нет. Нет, ну есть же, на неё продаётся. Ну, отдельно. И отдельно можно там кубики купить. Такой очень, очень. Сейчас её поставим. Нет. И будем... Сборка автомата, да, как это, звук и баяна не приходит. Да. Быстро. И ложись. Завтра пострижём, будет похоже хоть на человека, это вообще. Свободу Анжели Дэвис. Вармазе. Что ты ещё сделал, а? Что ты ещё сделал? постряла так себе да мясорубочка картошка попала да ладно не в картошке ну такой вот подчеревочек у нас будет красота очень не полезно ну очень вкусно какой красивый кстати засолить можно было кто что любит либо сало либо мясо много графе еще ужарится хорошо спрашивали что тебя за часы кстати а это самсунг да у нас просто смарт гир 3 кажется я уже не помню сейчас вышел мы только эти взяли и слышно вышла следующая модель с аккумулятором чуть мощнее и ты изменяешь apple я не изменяю но нереально еще эти реально крутые часы очень удобно удобнее этот бесконтактный заряд положил их на платформу они заряжаются надо там чем там куда-то пока хватит да вот такая вот натертая получается картошка сейчас я ее посолю поперчу добавлю муки яйцо я не добавляю на так хорошо держится поснимаем ребята просто не видят помощник оператор брат забрал где-то в машине выбросил такой трошки даже прикусить ура дырны я кстати когда вышла замуж я ела очень мало очень мало ты ты сейчас не ешь по сравнению с нами я вообще всегда ем с удовольствием по после пива на дочь на сухой сковородке надеюсь я не переселила я делаю вот такими вот лепешечками чтобы они были ну такие вот лепешечки на ладушки такие чтобы они были небольшие а вот потоньше тогда быстрее прожариваются все быстро быстро жарится все до светки поснимаем криклуха наша на тут ребята просто не видят помощник оператор брат забрал где-то в машине выбросил такой трошки даже прикусить ура дырны я кстати когда вышла замуж я ела очень мало очень мало ты сейчас не ешь по сравнению с нами я вообще всегда ем с удовольствием очень по после пива до дочь зашкворчал на сухой сковородке надеюсь я не переселила я делаю вот такими вот лепешечками чтобы они были ну такие вот лепешечки оладушки оладушки такие чтобы они были небольшие а вот потоньше тогда быстрее прожариваются вот такое получается я очень много сделал это очень много а что тут много тут мало это на дву сковородках пожарю потом когда я их пожарю уже будем отдельно пожарим лук и мясо вот такие вот драники у нас получились красота вкусный без яйца кстати мяско посолили поперчили просто обычный почерёвок и у нас еще тут партия так что ребята кто хочет кушать заходите в гости у нас тут очень много получилось я не знаю сколько мы будем есть папа говорит что совсем чуть-чуть на один разочек на один? нет не на один кстати мы живем здесь в вытяжке у нас вытяжка вот она и что-то у нас свет моргает прям сильно так что всем кто кушает всем приятного аппетита что у меня сейчас будет кушать драник на на мирно мирно? да ты военный наш солдат столько есть драники 10 месяцев обалдеть у нас новая собака мишка мишель соня вообще в диком восторге от мишели мишель я не могу поймать ее всем привет мы ездили мишель подстригли сейчас приехали домой что я забыла ничего не снимала соня теперь не может узнать ее представлять она не смотрит и понять не может и хохочет но я теперь так рада ее теперь можно будет мыть и она оказывается у нас такая толстая я сейчас кормлю ее немножко меньше чем кормила до этого но она прям очень толстая сейчас я в ванну и хорошенько ее покупаю потому что попросила чтобы ее не купали потому что холодно чтобы не простыло а шицу у нее кстати не шерсть а у нее волосы поэтому моются обычными шампунями которыми мы сами пользуемся просто разводятся в воде чтобы не такое было концентрированное Мишель вы ее узнаете? Мышку узнаете? пока дети играют я хочу знаете что сделать пожарить наверное блины уже 100 лет не ели блинчики и я нашла варенье которое мама закрывала привезла поэтому у нас целое вот такое варенье представляете вкуснота и еще щавель буду делать борщ со щавля вообще я щавель морожен у меня есть в морозилке щавель вот смотрю у меня баночка стык я достала наверное это уже на днях приготовлю борщ потому что суп это хорошо но у нас знаете не особо любители супа так что я буду девочке готовить блины и наверное буду с вами прощаться спасибо большое что был этот день с нами спасибо что смотрите подписывайтесь кто не подписался и всем пока 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 Продолжение следует...